Всем ДВС друзья, меня зовут Сергей Лав, вы смотрите канал Неченье ТП на ютубе и я хочу вам показать сегодня игрушку Automation The Car Company Tekun Game. Это симулятор авто мастерской. Это конечно не авто механик 2000-х годов и не кар симулятор 2014, точнее там кар механик симулятор 2014, который я очень-очень жду, но тем не менее эта игра очень интересная как для меня. У меня есть только демка, поэтому кампания мне недоступна. Возможно она и в полной версии недоступна, потому что игра находится на стадии разработки все еще. Мне же доступна песочница и сценарий. В песочницу я не полезу, игра для меня слишком сложная. Скажу сразу, это если вы хотите олоо, пыщ-пыщ какого-то такого экшена на 5 минут, в который можно зайти, понажимать одну кнопку и радоваться какие вы суперные агибаторы, это не та игра. Эта игра подразумевает, что вы зашли, у вас есть куча-куча всяких атрибутов, показателей, деталек и вы можете все это дергать, крутить, винтить и получать требуемые показатели. Вот, здесь есть сценарии, они разбиты на туториалы и не туториалы. Тут тоже есть, кстати, два туториала. Почему-то я не знаю, какая логика в этом, но тем не менее. Я прошел два туториала до сих пор и в первом я сидел часа полтора до того, как у меня мотор вообще, вот, хотя бы бронзу дали. В втором я просидел минут 40, поэтому, ребята, здесь долго, это надолго. Я не буду показать полный цикл, поэтому я вот зайду даже в готовый и попробую собрать уже готовый, точнее улучшить уже готовый мною собранный мотор. Итак, как это играется? Сначала вы собираете все, вот видите, много закладок, всяких деталюшек здесь. Вы начинаете вот с верхней закладки и потихонечку настроите свой моторчик. В чем же суть, в чем задача собрать этого мотора? У вас есть всегда вот такая вот, ну, по крайней мере, здесь, такая вот показатель, это ограничения и спецификации. На самом деле, разбиты они на две группы, я понятия не имею, почему, потому что, по сути дела, это одна единственная должна быть группа, задание, цель. Вам надо, чтобы было меньше вот этого, в общем, всем вот этим вот, чтобы все они были зелененькие. Если хотя бы одна из них не зелененькая, то фиг вам о непрохождении миссии. По сути дела, это и есть миссия. Так, задание. То есть, вот это вот, по крайней мере, 1800 выбирается вот здесь, вот в этих вот ползунках, в размерчике. То есть, чем выше, тем вот эта вот capacity, она должна быть меньше 1800. То есть, я могу вот здесь поднимать. О, ровно 1800. Отлично. То есть, я уже чуть-чуть улучшил. Здесь мы выбираем материал, из которого будет наш блок. Так, я у меня выбрал ALC, не знаю, почему. Мне так показалось, что, мол, это хорошо. Здесь я выбрал вот такие детальки, опять же, понятия не имею, почему. Я посчитал, что это очень хорошо. Хотя, возможно, здесь, наоборот, надо выбрать каст. Здесь проблем у меня больше всего возникает именно в мощности, чтобы 70 набрать. И МТБФ был больше 50 тысяч километров. Так, топ-энд. Здесь можно выбирать, опять же, всякие детальки, как вы видите. Выбирать настроечки всякие. Чем, допустим, повысить компрессию можно. Чем выше компрессия, тем больше мощности. Но на высокой компрессии мотор может не работать вообще. В том плане, он будет разгоняться и захлебываться. Говорит, что, мол, слишком высокой компрессии. И не выдавать ту эффективность, которую он, по сути дела, может выдать. Также и вот с этим показателем. То есть, нельзя просто взять, выкрутить на самый максимум и наслаждаться результатом. Сюда меня не пускают, потому что говорят, мол, тебе нужно прикупиться игрой, прежде чем будешь турбонадубом баловаться. Фуэл-систем. Как по мне, самая интересная закладка. Я здесь больше всего, наверное, времени провожу. Здесь, опять же, всякие детальки мы выбираем. Интейки. Ну, я выбрал гоночные, потому что мне нужно очень много мощности и очень много МТБФа. При этом я никак не ограничен по шумности нашего мотора. Потому что в каждом задании разные ограничения, разные цели. Где-то, наоборот, вам нужно собрать бесшумный мотор, и при этом, чтобы он еще и был мощный. Или, допустим, бесшумный, но чтобы он был, как трактор, пер вас по-любому бездорожью. В общем, задания разные. И раз я не ограничен по шуму, то я ставлю самый классный, который мне дает... Ну, Airflow тоже дофига, конечно, дает, но фиг знает. Airflow это... Здесь я, по-моему, не ограничен по... А, нет, по-моему, это эмиссия непосредственно. То есть, мне нужно, чтобы выброс был меньше 35-ти. Но вот по топливу я, в любом случае, должен выбрать вот это. Больше ничего я не могу выбрать. Давайте я повышу здесь показатель, потому что он больше пауэра будет мне выдавать до 13-ти. До 12-ти доведу. Вот так вот. Здесь я могу, наверное, тайминги поставить на 75. Возможно, это получше ставим. И потестировать теперь. Что вообще у меня получилось? Я же внес кипит изменения. Стал ли мой мотор лучше? Кстати, вот здесь, обратите внимание, вес и размер. Я подсвечен почему-то красным. Хотя я абсолютно никак не ограничен в весе и размере. Это игровая недоработка, конечно же. Видно, что вот этот график стал намного выше. Но прохожу ли я по другим параметрам или же не прохожу? Сейчас посмотрим, сейчас узнаем. Да. Я по экономности перестал выходить. У меня экономность 569. Она нужна, чтобы она была меньше, чем 550. Зато по мощности я стал действительно мощнее. По МТБФу стал хуже. Но по-прежнему я убираюсь в 50-тысячный ограничение. Смутность. Это как плавно работает мотор, я так понимаю. Стало хуже. Громче стало. Громче не стало. Респонсивить. Не знаю, что это за атрибут. Честно, я слаб в машинных терминах. Тем более на английском. Октановое число чуть меньше стало. Да и главное, что экономность стала хуже. Мне надо что-то сделать с экономностью. Ну что ж, зайдем сюда. Матч бета экономит. Да, потому что я поднял. Ну, смесь повысил. И это стало намного хуже по экономности. Что ж, поднимаем. Так. Чем больше тайминг, тем больше экономия. Ну что ж, давайте под 85 его поднимем. А здесь оставим так же. РМП я его трогать не буду. Ну что ж, посмотрим, что теперь стало с нашим мотором. Стало ли он хуже или лучше. По графику это можно оценить. Но я все-таки предпочитаю в циферном вот здесь вот уже итоговом варианте. Смотрите. Кстати, если ваш мотор будет глохнуть, стучать, захлебываться, то вам вот здесь обязательно напишут, в чем проблема. То есть какая, вообще, куда смотреть и что делать. Ну, примерно вам намекнут. Ну, по-прежнему. Нет, смотрите-ка, все. Стало лучше. По экономности я прошел. Причем очень хорошо. Но, you succeed, you score is and you rank is bronze. Next rank is silver. На самом деле я собирал этот мотор на 1300 с чем-то очков. Сейчас почему-то не получилось. И видите, меня даже не выбрасывают в менюшку. Говорят, мол, молодец. Но надо больше. Надо лучше. И вот, собственно, так, ребята, это будет играться. То есть вы выбираете, что здесь есть, с чего здесь нету, допустим. Давайте поменяем вот это вот на это. И посмотрим, как это скажется на нашем моторе. Вот. И это все, в принципе, что вам будет делаться. Кстати, на готовых машинах, насколько я знаю, можно будет даже прокатиться, потестировать их. Но меня больше интересуют, конечно же, не покатушки. Это, блин, я и в нефотпит могу поиграть. Мне интересует именно сборка мотора, именно вот ковыряние вот этих показателях, чтобы они были лучше. Во, смотрите-ка, отлично. Потому что, видимо, потому что я набрал выше своего рекордного показателя. Поэтому вот эта менюшка всплыла. Видите, почти 1400 я теперь набираю очков. Там было 2200 с чем-то. И мне не хватает еще 100 с небольшим, чтобы мой мотор стал лучше. Может быть, я здесь могу на Cast Iron поменяться. То есть Very High, Airflow Low, Friction Low. Ну, что-то понятия я не имею. На самом деле, давайте на железное перестроим. И вот здесь тоже выберем Max. Вот это вот. Посмотрим, как теперь скажется. На нашем моторе вот такие вот изменения. И, ребят, знаете, я в эту игру могу сидеть часами. Но я уже просидел в ней сколько-то часов и абсолютно не заметил, как прошло время. Я могу сидеть еще, еще и еще. Дергать туда, дергать сюда. Отводить конструкцию хотя бы до рабочего состояния. Сначала потом, да, минимально требуемое, чтобы бронзику получить. Ну, а дальше совершенствоваться. Да, я теперь по МТБФам сильно выпал. Ну, что ж, значит, вот это было не нужно. Неправильное решение. Вот эти вот мне не дают выбрать. Чего-то мне не хватает в моей мастерской, видимо. И все, собственно, ребят. Если вам нравится подобный геймплей. Если вы тоже любите думать головой. Ну, я не знаю, насколько тут надо думать головой, конечно. Но я не могу показать сильно глубоко вдумчивый геймплей на видео. Потому что это будет, там, в моей паузе. Я не могу говорить и думать. Так же, как я могу просто сидеть и думать. Да, там, пить чаек, жевать что-то. И думать, думать, думать. МТБФ еще хуже стал. Что ж нафиг это такое? В общем, то, что я сделал в предыдущий раз, это плохое было решение. Что ж я там такого сделал? Там, кстати, можно поменять трубу выхлопную. В общем, ребят, давайте завязывать с этим. Меня от... Я от этого отлипнуть не могу. Я думаю, вы поняли, что это за игра. Хотите ли вы в нее играть или нет. Она специфическая. Она точно уж не то, что будет продаваться многомиллионными тиражами. Потому что в такое Пресс-Хсту-Вин не поиграть вообще. Многим такое не понравится. Многие не любят думать головой. Многие любят жать на одну кнопку. Это, к сожалению, грустно. Но, тем не менее, радостно, что такие игры все же выходят. И вот такие, как я, задроты, могут понаслаждаться. Вот. А на этом действительно все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И я надеюсь, что развлекал не только себя, но и вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.